Всего в 8 километрах от линии боевых действий. Город Орехов находится под ежедневным российским огнём уже третий год. С начала полномасштабного вторжения, рассказывает спасатель Владислав. Обстреливают регулярно из всех видов оружия – из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Самое мощное оружие – это кабы, управляемые авиабомбой, которая отстреливается из авиации. Одна из таких 500-килограммовых бомб упала рядом с его домом, рассказывает Юрий. Через дом упал кап. У нас снесло крышу, все окна вынесло. Это уже в третий раз нам окна побило. Но мы накрыли дом плёнкой. Из окна ОСБ закрыли. Местная власть помогла. Буржуйку нам дали, и мы так зиму прожили. Племянники уговаривают Юрия и его жену переехать в Запорожье. Но супруги отказываются. На их попечении почти шесть десятков домашних животных, которые остались без хозяев, объясняет Юрий. Мы не можем уехать, потому что мы кормим до 20 собак и до 35-40 кошек. Все уехали, вся улица осталась на нас. Три соседских щенка приютила Людмила. Один из них даже научился предупреждать о российских обстрелах, рассказывает женщина. Когда стреляют наши, он молчит. А когда летит оттуда, он начинает лаять. И вот как залает, точно. Тогда лежишь, прислушиваешься, вот-вот должно прилететь. Чувствуют очень собаки. В Орехове нет электричества, газа и воды. Не работают магазины. Жителям помогают волонтеры и спасатели госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Привозят продукты и воду. Гуманитарная обстановка тяжелая. Подвозим как питьевую, так и техническую воду. Оказываем гуманитарную помощь. То есть хлеб люди получают, чтобы хотя бы минимально были обеспечены. Для помощи горожанам спасатели развернули мобильный фельдшерский пункт. У медиков есть лекарства и необходимое оборудование для оказания первой помощи. В том числе и тем, кого могут ранить во время обстрелов, рассказывает фельдшер. Это для того, чтобы быстро остановить кровотечение, оказать первую помощь до транспортировки в больницу. Перевязочные материалы, современные шины, надувные. Сейчас в Орехове из 14 тысяч жителей осталось около тысячи. Почти все пожилые люди. Валентине Петровне 80 лет. Всю жизнь она прожила в Орехове и эвакуироваться из родного города не хочет. Не поеду я никуда. Пока дом мой стоит, крыша над головой есть, до тех пор буду жить. Я здесь всю жизнь, и дети мои здесь росли и учились. Это город мой. Я не знаю, как можно все бросить и уехать. Валентина Петровна говорит, очень надеется, что боевые действия закончатся и уезжать не придется. Олег Притыкин, Борис Яковенко из Запорожской области для телеканала Freedom.